Это самый маленький выхованец у Луковской допоможной школы-интерната Степан Макаров. Ему всего 4 года, сюда он трапил с дома грудного детяти. Не глядя, что на то, что в установке Степан у всего месяца его уже поспели назвать солнечным хлопчиком за добрый характер. Зараз в школе-интернате находятся 120 детей с особенного семеразвития. У многих есть батьки, причем некоторые наведывают своих детей постоянно. Наибольшая распространенная причина, по которой неполнолетние не находятся в семье одна, и они потребуют особенного профессионального догляда. Задача установы не только створить для их комфортной умовы проживания, а и подрактовать за самостоянного дорослого життя. После закончения школы-интерната выхованцы могут поступать в лице, где есть специальные группы, и отремлюсь в профессии шварчки, будовника, слесара, городина вода. По сутности, установа находится на полном державном забеспечении, а и от корыстных подарунков в Аурукове так само не отмавляются. В рамках акции «Наши дети» сюда приехал старшиня белого телерадиокомпании Геннадь Давыдько и привез компьютерную и бытовую технику, якая явно не будет лишней. Наша задача всех живущих, всех понимающих, всех верящих и верующих в эти дни найти человека, который в этот момент грустит, страдает, который в чем-то нуждается, и помочь. У нас есть замечательный проект «Счастливый вечер», и в одном из счастливых вечеров, когда мы только начинали, призы, холодильник шикарный, наш «Атлант-холодильник», телевизор, мобильный телефон такой серьезный, выиграли Тео и Ольга Рыжикова. И они сегодня передают детишкам эти свои подарки. От белого телерадиокомпании мы хороший большой компьютер дарим, много конфет и других разных подарков. Святочное представление в Ауруковской допоможной школе-интернате прихтовали всем коллективам, наставники, выховальники и дети. Назовы так само придумали разом. Суды под Новый год, немогчимая-могчима. До помогчей реализовать жадание в Аурукове приехали представники местовых органов улады, силовых структур и профсоюзов. Сегодня эта громадская организация проводит еще и свою властную акцию профсоюзы детям, хоть по великим рахунку, от инших она не вельми адрознивается. Головная мета – допомогчить тем, кто мает в этом реальную потребу. Может, мы порой даже, бывает, усложняем многие вещи, а, наверное, самое важное кроется в простых вещах. Это в том, чтобы мы помогали друг другу, чтобы мы были добрее друг другу, искреннее друг другу, и не проходили, если кому-то тяжело и сложно, и протягивали руку, подставляли плечо. Тогда общество станет крепче, сильнее, и будет нам всем комфортнее жить. И просто будет в целом людям надежнее чувствовать, что есть в жизни всегда рядом кто-то, кто себя поможет и подставит плечо. Олег Синчаров, Йоген Макеенко, телерадо и компания «Гомель».